всем привет да погода классная можно заниматься заниматься и заниматься это видео я снимаю сейчас без каких-либо комбинаций без показа приемов потому что у нас на канал последнее время стали заходить специалисты диванного экспертного боя скажем так попросту говоря диванные эксперты и когда они приходят к нам на канал они тут начинают нести всякую чушь для того чтобы обратили на них внимание был тут недавно один ну не скажем что малолетка но дружочек который вякнул по поводу того что я показываю какие удары допустим я показываю на груши и тогда что ты несешь всякую а если люди выйдут на улицу и попытаются это повторить и получат по роже ну на какое вот мнение я могу сказать следующее если ты привык жрать докторскую колбасу с батонами сидя на диване или на кресле у себя там перед компьютером и свою задницу можешь поднять только для того чтобы сходить в туалет или на кухню за очередной порцайка своих бутербродов то конечно как бы тебе не показывали какую-либо комбинацию или технику или приемы ты все равно жердяй толстый блин выйдешь на улицу и отгребешь по полной программе по своему хлебалу это вот так вот пытаясь культурно выразиться а для тех кто действительно хоть что-то понимает или что-то хочет узнать что-то хочет понять как это делается мы снимаем не только я многие люди снимают видео выкладывают и для того чтобы показать эту саму технику показать саму динамику движения очень часто с нами спорили особенно со мной спорили многие доморощенные венчунисты что их удар наносится из центральной линии и рука выпрямляется полностью за счет этого мы толкаем из нашей ноги получая импульс из земли через всю задницу через спину плечо вперед нашу руку и наш противник нафиг улетает как от удара блюса ребята если вот эти вот доморощенные спецназовцы которые вот эту вот чушь вам говорят считаете вы что они правы пожалуйста считайте я же так человек который уже не один год можно сказать так не буду выдаваться в подробности человек не один год который занимается восточными и наборствами и вообще рукопашным боем всегда говорю что ваш удар должен наноситься не из центральной линии не вот так вот как дятел долбить а именно со стороны от прижатого локтя к боку вперед и рука не должна до конца у вас разгибаться во время тренировки этого удара почему потому что вот вам вот наш противник объясняю еще раз в который вас я возвращаюсь к этой теме вы наносите стоите в обычной свободной стойке вы наносите удар вот у меня рука не до конца разогнута посмотрите чуть-чуть есть сгиб чуть-чуть есть угол я нанес удар статика мой противник если же мой противник уходит назад вот допустим смотрите он уходит назад и я пытаюсь его достать своим ударом он уклонился я его не ловлю потому что у меня угол но за счет этого угла за счет движения корпуса вперед в конечном итоге в самый последний момент я разгибаю мою руку до конца и вот тогда действительно получается сокрушительный или же боковой удар или прямой удар если я изначально выбирая позицию к моему противнику на расстоянии вытянутой руки буду пытаться с ним драться то это получается гладить подушку потому что стоит моему противнику отклониться назад и мой кулак просто-напросто зависнет в воздухе недалеке до его нос очень важный момент очень важный момент это буквально нужно как говорили раньше впитывать с кровью с молоком матери очень важный момент рука не до конца разгибается для того чтобы двигая тело вперед и увидев что ваш противник уклоняется в самый последний момент разогнуть руку и нанести ему удар это вот именно такой удар очень хорошо работает на ближней дистанции вы же не делаете апперкот на вытянутую руку ну кто такой делал только домороченные ничунистые или домашние спецназовцы мы делаем согнутой рукой согнутой рукой точно так же мы делаем и прямой и боковой удар согнутой рукой она у нас не идет как рабочий христианский удар нет это неправильно пожалуйста запомните никогда ваша рука момент в момент удара в момент соприкосновения для того чтобы добить вашего противника до рука разгибается но сам удар когда мы его тренируем особенно тренируется когда удар погрушит рука не разгибается до конца иначе вы испортите уничтожите угробите свои локтевые суставы что такое убитые локтевые суставы можете спросить боксеров покалеченных на ринге ну ладно все эта фигня не забывайте почему я сейчас так разболтался да потому что погода классная на улице плюс 15 елки-палки плюс 15 конец февраля думать не забудьте подписаться на наш канал поделиться видео с друзьями стать спонсором нашего канала оставить адекватный комментарий и оставайтесь с нами всегда на позитиве все будет весело всем удачи пока